Девушки отдыхают Ну нормально Уже 25 минут Давай что-нибудь клевое обсудим Это что-то какое-то все злое Про то, как ты расширяешь узкие места Расшиваю, расшиваю Ты спортишь меня, сколько я зарабатываю? Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, ставьте колокольчик Всем пока! Андрей, нам надо поговорить Расскажи, пожалуйста, немножко о своем профессиональном пути Как ты дошел до текущей позиции? В Skyeng я работаю чуть больше трех с половиной лет Я пришел туда как фронт-энд разработчик Потом стал ведущим фронт-энд разработчиком Потом тимлидом этой команды И после тимлида стал руководить тимлидами Примерно так Чем ты занимаешься? Какая твоя основная обязанность в работе? У нас в Skyeng 15 команд И моя обязанность сделать так Чтобы все 15 команд были самыми лучшими командами И я улучшаю процесс И улучшаю разработку во всей компании То есть ты сейчас уже занимаешься не разработкой А в общем-то процессами? Да, в основном процессами Но процессами как процессы И технической частью тоже То есть там... А вот у вас 15 команд, ты сказал Да Это все команды... Как они устроены? Вот есть команды серверной разработки, клиентской Или это команды продуктовые? Это все 15 команд продуктовых Они укомплектованы примерно так То есть одна команда Это чаще всего разработчики А продукт — тимлид Дизайнер, аналитик То есть одна команда делает один целый продукт И полностью за него отвечает Это полноценная, в общем-то... Такой мини-стартап, да, в рамках одной компании Но чаще всего одна команда — один продукт Иногда одна команда — несколько продуктов Связанных как-то между собой Правильно ли я понимаю, что большинство из ваших команд Или все команды работают удаленно? Да 13 из 15 команд работают полностью удаленно То есть все сотрудники находятся в разных городах И сотрудники внутри команды тоже распределены? Да Да, все из разных городов Каждый работает чаще всего из дома Иногда из каворкинга Ну это же очень сложно синхронизировать, координировать действия Такого количества людей Сколько у вас людей вообще всего работает? 68 разработчиков 68 разработчиков, и они все удаленные Это же невероятно сложно Плюс еще QA Сюда не входят, они тоже удаленно Возможно, это сложно Мне на самом деле трудно сравнивать Потому что практически весь мой опыт И весь опыт скаинга — это удаленная разработка То есть мы не переходили на удаленную разработку У нас это произошло эволюционно Начиналось это там с пяти человек, наверное То есть когда-то это был офис Потом это стала удаленная разработка На масштабе пяти разработчиков И дальше уже до 68 мы росли Именно как удаленная команда Ну с позиции, что управлять удаленной разработкой легко Мне кажется, что не согласятся практически все российские Как минимум компании На самом деле там же очень много сложностей Начиная от банальной мотивации Самомотивации сотрудников Как они организовывают свой день Заканчивая вопросами действительно синхронизации процессов Когда все это удаленно происходит, гораздо сложнее Когда можно лично встретиться и проговорить Это гораздо быстрее происходит Как вы решаете эти проблемы? Ну смотри, это два разных вопроса сейчас Попробую по очереди ответить Что касается мотивации Я вот просто думаю, если ты возьмешь обычную компанию И возьмешь вот команду, которая привыкла работать в офисе Сделаешь ее удаленной То ты получишь максимум проблем Которые мы не получаем Из-за того, что мы сразу нанимаем в удаленную команду То есть там есть некоторые определенные требования к людям Которых мы нанимаем То есть они уже должны быть мотивированы работать И они уже должны уметь строить свой день То есть мы это стараемся выяснить на собеседовании Если не получается, то это выясняется в течение испытательного срока Для нас очень важно, чтобы мотивация работать у нас в Skyeng Была именно мы ищем ребят, которые хотят работать в проекте Хотят работать над проектом То есть те люди, которые заинтересованы только удаленной работой И говорят, что я хочу работать в Skyeng Потому что я хочу путешествовать и работать Я хочу плавать на яхте, лежать на пляже Чаще всего, чаще всего с ними не получается работать Чаще всего получается работать с ребятами Которые именно заинтересованы проектом Это видно даже на собеседовании Начиная с собеседования, у тебя должна быть камера. Вот как ты пришел к нам на собеседование с камерой, всегда должен быть с камерой до конца, чтобы это были люди, мы видели друг друга. А во-вторых, всегда мы синхронизируемся по часам. То есть примерно в московском часовом поясе у нас рабочий день. То есть можно работать ночью, если ты хочешь, но ты должен быть онлайн днем, поэтому всегда можно с любым человеком созвониться. Но на самом деле, получается, все вот эти коммуникации, они получаются, наоборот, более эффективными, потому что ты чаще всего созванишься с человеком, чтобы действительно обсудить какой-то вопрос, чтобы решить какую-то проблему. И вот эти исключаются ситуации, как вот в офисе поздороваться, обсудить что-то, узнать, поговорить о каких-то посторонних вещах. Там очень много мусорных, как мне кажется, коммуникаций, лишних. Да, но с другой стороны, как бы оппоненты могут что сказать? Что в этих мусорных коммуникациях очень часто зарождаются здравые идеи, что дух команды как бы ближе. Когда есть возможность работать рядом, когда люди видят каждый, чем занимается непосредственно. И на своем опыте могу сказать, что там, когда рядом сидит менеджер, разработчик, дизайнер, действительно эффективная коммуникация происходит, потому что мы очень быстро откликаемся на вопросы друг друга. И знаем, кто чем занимается сейчас. Смотри, я не буду утверждать, что удаленная разработка, это типа на 100% классно, а работа в офисе плохо. У того и другого есть свои минусы и плюсы. И если ты в удаленной разработке сразу отбрасываешь вот это то, что лишнее, да, много лишнего, мы все это отбросили, и потом стараемся то, что нужно, вот то, о чем ты говоришь, каким-то образом сюда привнести. Не на 100%, конечно, но у нас есть всякие дополнительные встречи. Это совместные обсуждения. То есть вот продакт приходит с задачей какой-то, он приходит в команду и рассказывает про то, что мы будем делать в следующем месяце. По видео. По видео, да. Он показывает какие-то прототипы и так далее. И рассказывает, что мы будем делать, чтобы все были в контексте. Все могут задать вопросы, поправить, что-то уточнить. То есть вот этот вот контекст передается. Еще есть встречи, так называемые дизайн-стендапы и аналитические стендапы. Это каждую неделю дизайнер показывает свои макеты. И тоже вся команда разработки может что-то попросить исправить, что-то уточнить и заранее знает, что придется делать. То есть вот тебе макет, сверстай там, сделай. Аналитические стендапы, они помогают нам быть чуть ближе к пользователям. То есть аналитик рассказывает про последние исследования, которые он сделал, какие-то инсайты, как зашла та или иная фича, которые мы выкатили, и мы тоже оказываемся вот в контексте того, что мы делаем. Тем не менее, ну, личное общение, да, оно же важно. Именно личное, когда человек вот рядом сидит, более теплые отношения складываются. Они, наверное, все-таки помогают больше работать сплоченнее в команде. Да. В вашем варианте вы как это решаете? Да, я согласен. И мы по-разному пробовали это решать. В прошлом году мы делали совместный выезд всей разработки в Подмосковье и устраивали хакатон, где были все разработчики компании. В этом году мы попробовали другой эксперимент. Каждая команда организовала свой микровыезд. Кто-то поехал в Сочи, кто-то в Калининград, в разные города. Мы часто снимали какой-то дом и работали вместе вот там около недели. И этот эксперимент зашел гораздо лучше. То есть все очень довольны. И мы хотим это повторять. Каждый год команда будет собираться вместе. Плюс уже некоторые команды проявляют инициативу и сами собираются, независимо от компании, тоже вместе поработать. И это такой буст, который дает, не знаю, на полгода, на год вперед некоторые вот ощущения. Люди хотя бы видят друг друга и понимают, с кем они работают. Ну и еще одна проблема — это та, о которой чаще всего беспокоятся не столько разработчики, сколько менеджмент. Это трекинг результативности, собственно. Кто-то, на моей памяти, был такой случай, например, когда требовал работодатель поставить трекер времени, проведенного в определенном приложении, себе на компьютер при удаленной работе. Такая вот была штука. Кто-то считал строки кода на полном серьезе. Кто-то... Ну, в общем, у всех разные подходы. Какой подход используете вы в случае индивидуального и командного, командной результативности? Мы против вот этих трекеров, которые снимают скриншоты и замеряют нажатие клавиш. Я знаю вот эти истории про то, как люди сидят, вот так разговаривают и нажимают кнопку на клавиатуре, чтобы оно трекало, что они работают. Даже в офисе такое бывает. Но у нас есть ворклоги. То есть каждый разработчик, кто работает, должен наносить ворклоги в Jira. Это таск-трекер, да? Мы используем это на испытательном сроке. То есть мы смотрим эти ворклоги. После испытательного чаще всего мы не смотрим, ну, не контролируем уже, но это позволяет нам считать очень много аналитики. То есть средние овертаймы по задачам и так далее. Мы сравниваем там эстимейты с фактическими эстимейтами. Мы смотрим, куда уходит время, что в каких-то командах уходит время больше на коммуникацию, чем нужно, а меньше на код и так далее. То есть какие-то метрики мы поэтому считаем, но для контроля мы мало это используем. Обычно в течение испытательного срока уже видно, будет человек работать, ну, не будет ли он отлынивать, не знаю, лежать на диване вместо работы. Тем не менее, вот такое логирование времени, да, оно не всегда бывает объективным. Почему? Потому что там бывают задачи, над которыми нужно долго думать и потом быстро сделать. Например, не знаю, какой-нибудь API придумаем, да, неделю буду думать, день буду делать. Но неделю всю я работал. Как это объективно померить? Смотри, здесь есть два момента. Во-первых, мы стараемся вместе командой разбирать какие-то очень сложные задачи заранее, где вот неделю нужно думать. Мы стараемся получать максимальное количество экспертизы и берем несколько человек, у которых есть экспертиза, и вместе придумываем техническое решение. И дальше уже тебе не приходится целую неделю сидеть над этой задачей, думать, как ее сделать. А во-вторых, сложные задачи, где нужен какой-то предварительный ресерч, где мы не можем придумать решение, мы создаем там отдельную подзадачу, провести ресерч, он обычно ограничен одним днем. Ты проводишь ресерч, рассказываешь, как ты думал, что удалось узнать. Дальше мы либо начинаем делать задачу, либо делаем еще один ресерч. То есть вот это недельное думание у нас такое редко бывает. В принципе, мы обсудили уже все там минусы, да, как вы с ними справляетесь в плане удаленной работы. А ты можешь привести какой-то пример того, что ты делаешь в реальной команде, как ты улучшаешь производительность команды, что ты на самом деле это делаешь? У нас много команд. Я занимаюсь тем, что ищу в различных командах потенциал для роста и внедряю какие-то улучшения. Это может касаться контроля технического долга, это может касаться улучшения эффективности коммуникации и так далее. Все то, что позволяет обеспечивать более высокую производительность, слаженность работы команд. Еще одна частая проблема в удаленных командах — это низкая скорость реагирования на какие-то срочные вещи, когда что-то падает, резко ломается, да. Как вы решаете эти проблемы? У нас очень много мониторингов, ну, как во многих компаниях, и четко построенный алгоритм вот этих эскалаций инцидентов. То есть сначала тебе приходит уведомление, как только что-то упало, тебе приходит уведомление на телефон, если ты в течение пяти минут не отреагировал, оно приходит всей команде. То есть сначала дежурному, потом всей команде. Если за 15 минут оно неисправлено, то тут же звонит телефону тем ли да, и потом через 30 минут звонит телефону СТО, если инцидент до сих пор неисправлен. То есть… Как часто такое бывает? Как часто такое бывает? Но мы стараемся сделать, чтобы как можно реже такое было. У нас есть приоритетные инциденты, есть неприоритетные, то есть разные приоритеты инцидентов. Есть те, которые ждут утра. То есть тебе позвонят только утром, ты утром узнаешь, что что-то не так. Есть те, которые не ждут и звонят ночью. Каждый раз после такого инцидента мы проводим постмортом и какие-то шаги, чтобы такого больше никогда не было. Потому что все хотят спать ночью. Ну и в принципе, чтобы бизнес не терял деньги, поэтому мы стараемся минимизировать. Ну как часто? Ну не знаю, раз в месяц, наверное, я встаю. А до СТО как часто? Ох, часто. Много команд и часто. Не у всех правильно настроена еще приоритизация. Вот часто. Это в ручном режиме происходит или в автоматическом? То есть график поднялся, телефон зазвонил? Все автоматически. Об СДЖИНе мы используем, инструмент там все автоматически. Ну прописан алгоритм, как инцидент эскалируется. А вот какой был самый крутой, крупный инцидент, самый интересный кейс, который ты можешь рассказать? Самое интересное за последнее время, это когда нас забанил Роскомнадзор. У нас часть сервисов в Амазоне, и он забанил не только наши сервисы, но еще и Google Firebase, Pusher, все то, что мы используем, сторонние серверы. И мы вынуждены были за день делать весь наш бэклог задач по обеспечению стабильности. Мы планировали это делать в течение нескольких месяцев, но все вот так быстро получилось. И мы поднимали прокси очень быстро, чтобы проксировать весь трафик до Амазона. В разных странах подняли прокси. И нам еще в Амазоне не все диапазоны были заблокированы. У нас один человек сидел и вот так вот нажимал следующий IP-адрес, следующий IP-адрес, следующий IP-адрес. Весь день он сидел и, как мы называли, наролить IP-адреса, который не забанен, и переезжали. Но на следующий день мы уже практически полностью вышли из этой проблемы, и на следующий день все было доступно. CDN еще был забанен, CloudFront. Мы вынуждены были переехать на российскую CDN-ку, чтобы раздавать. И вы за день переехали? Ну, мы практически все проблемы решили за день. Конечно, из-за проксей с частью трафика были какие-то проблемы, ну, из-за того, что он шел не напрямую, но там на 98% не было проблем уже на следующий день. Есть же наверняка и плюсы у удаленной разработки. У удаленной разработки одни плюсы. Я периодически приезжаю в офис и страдаю, потому что в офисе тебя постоянно отвлекают, тебе постоянно подходят, с тобой здороваются, что-то тебя спрашивают, и вот у меня нету двух часов даже, чтобы сосредоточиться над какой-то задачей. Дома у меня кабинет с большим монитором, с удобным рабочим местом, где меня вообще никто не отвлекает. Я могу свернуть слаг и просто спокойно поработать. Это вот основной, я бы сказал, плюс. А еще, наверное, плюс в том, для многих ребят, которые работают из регионов, то есть они не хотят оттуда уезжать, не хотят переезжать в Москву или Питер, Новосибирск, Тамбов, много городов у нас в России, да, и можно работать оттуда над каким-то крутым проектом, сидя у себя дома. Это прикольно, мне кажется. Ну, а как же факторы отвлечения, то есть можно сосредоточиться, да, но как же, холодильник, не знаю, родные, домашние животные. Ну, обычно, обычно у нас ребята себе обеспечивают какое-то удобное рабочее место. Тот, кто не может дома обеспечить рабочее место, у кого ребенок не входит в садик, а жена не ходит на работу, то можно использовать услуги коворкинга. А также у нас в городах присутствие, где больше, там, кажется, 10 или 15 человек, мы снимаем какое-то рабочее место, куда можно приехать, прийти и поработать. Маленькие локальные офисы. Маленькие локальные офисы, да. Но там не только разработчики, то есть там все сотрудники. У нас очень много удаленных сотрудников, там больше тысяч. Онлайн-школа английского языка на слух не предполагает большого объема разработки. У вас 15 команд, там, огромное количество программистов. Что вы вообще делаете? Практически все продукты, это все касается изучения английского языка. То есть это мобильное приложение, это наша основная платформа для изучения английского языка, это расширение для браузеров и так далее. Все то, что помогает людям учить английский. А вторая половина продуктов — это внутренние продукты. У нас 200 тысяч уроков в месяц, и поэтому у нас своя CRM, своя система для расписания, свой биллинг и так далее. Вот такие продукты. А что-то из этого ты можешь рассказать, как устроено? Да, давай я расскажу про… наш основной продукт — это наша платформа, но там лучше нарисовать. Когда-то давно у нас был один продукт, платформа называлась «Вимбокс», это английский для взрослых. И там были разные типы комнат, где можно было заниматься. Это непосредственно урок, там занимается учитель с учеником, это домашнее задание и тесты, которые ученики выполняли после уроков. Но затем появился продукт Олимпиада, и им понадобился новый тип комнаты. И мы поняли в какой-то момент, что мы замучаемся создавать столько разных комнат под разные бизнес-задачи. И мы сделали некоторый общий тип комнат, так его и назвали — General. И его использовала только Олимпиада. Эта комната уже… ее параметры не были зафиксированы. Было несколько десятков параметров, и можно было настраивать под свои требования через API. Затем начали продукты появляться, как грибы после дождя. Это продукт для детей, китс, продукты для корпоративных клиентов и так далее. И вот с появлением этих бизнес-юнитов уже не приходилось вообще что-то дорабатывать в основной платформе. Они просто передавали необходимые им параметры, и каждый использовал платформу в своих целях. А затем и основной продукт, английский для взрослых, мы тоже перевели на использование API. Параметров сейчас уже больше сотни, и можно конфигурировать платформу вот под свои требования. У нас есть традиция в шоу, гость программы задает вопрос нашим зрителям, и автору самого лучшего ответа дарит подарок. Есть у тебя такой вопрос? Да, у меня есть такой вопрос. Раз уж мы говорили про удаленную разработку, вопрос будет звучать так. Какое самое странное место, из которого вам приходилось работать? Пусть наши зрители расскажут свои истории, а если есть фотографии, то приложат их в качестве пруфа. И автор самого интересного ответа получит? Получит 10 уроков в онлайн-школе английского языка Skyeng. Присылайте в комментариях фотографии самых необычных мест и учите английский. Вот у вас есть платформа, и наверняка у вас есть какой-то публичный API. Да, да, у нас есть публичный API словаря, нашего словарика. Он полностью открытый, его может использовать ктоугодно? Да, и даже есть статья на Хабре, где описаны методы, которые можно использовать. Может, ты покажешь нам пример? Да, давай на Angular напишем какой-нибудь компонент, который использует этот API вместе. Давай. Так, мы сейчас будем писать примитивный переводчик, который будет директива Angular, которая будет просто переводить слова, которые находятся внутри контейнера. Мы только что сгенерировали пустое приложение Angular с помощью Angular CLI. И начнем с того, что сгенерируем директиву, назовем ее Translate текст. Так, вот наша директива. И сразу начнем с callback. Добавим необходимые интерфейсы. И сразу добавим события инициализации. И callback на уничтожение директива. Где будем подписываться и отписываться от событий на документе SelectionChange. Мы будем выделять слово и, соответственно, переводить слово, выделенное в текст. Создадим для этого хендлер. Блин. Так. Который будет обрабатывать изменения. Выделение. Так, 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 так. Получим наше выделение. Получим текст выделения. И для начала просто выведем его в консоль. Проверим, что все работает. Так, так, не забудем отписаться. Так. И нам нужно сразу вынести подписку на события из зоны. Чтобы Change Detection у нас не срабатывал лишний раз. Так, так, так. Все окей. Отлично. Проверяем. Для этого запускаем установленный HTTP сервер. Открываем. Ждем, пока скомпилируется. Так, все окей. Но нам нужно корневой компонент заменить на наш. Я специально заготовил тестовый текст, на котором будем проверять. И добавляем нашу директиву. Так. Смотрим в консоль. Все окей. Но срабатывает на пустом выделении. Давайте проверим, что текст не пустой. А если текст пустой, то делаем return. Так, все отлично. Но! Если мы добавим другой дифф, так как у нас событие глобальное, мы видим, что на нем тоже будет срабатывать. Для этого, чтобы так не происходило, мы добавим еще одну проверку. Нам нужно проверить, что наше выделение находится внутри нашего элемента. Для этого для начала заинжектим наш элемент. Получим наше выделение. Такое выделение стекловерфлоу помогает нам получить элемент. Ближайший элемент, в котором находится наше выделение. Теперь нам нужно просто проверить, что находится внутри элемента, на который прицеплена директива. Проверяем, что у нас содержит наш дом элемент. А если не содержит, делаем return. Так. Так. Проверяем. Здесь срабатывает. Здесь не срабатывает. Все. Отлично. Теперь будем делать запрос к нашему API. При этом нам нужен стандартный ангуляровский HTTP клиент. И заодно модуль тоже добавим. Сразу. Так. Все окей. 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 И добавляем сразу метод, который будет обращаться к нашему API и возвращать перевод. По-хорошему мы бы должны были сделать это в отдельном сервисе, но времени на это у нас нет. Текст. This. Htc.client. Get. Теперь нам нужно посмотреть, какое URL у нашей API. Вот у нас документация. Dictionary. SkyEncrow. Метод у нас API WordSearch. Так. Какой параметр? Параметр тоже search. Это строка. Посмотрим сразу, как у нас выглядит ответ. Причем какое-нибудь слово. Видим, что это массив, в котором объект, в котором свойства meanings. Массив, транслейшн, текст. Так. Отлично. Передаем параметр search. Куда будем передавать наш текст. Так. Не забываем про типизацию. И сразу делаем type. Мэп. Забыли return. Мэп. Так. Проверим, что у нас определен результат. Это у нас массив. Проверим, что там есть минг. И если он есть, то вернем. То вернем. Текст перевода. Транслейшн, текст. А если нет, то вернем. Так. Вроде ничего не забыли. Теперь вместо конца лога будем вызывать наш метод. Так. А по возвращении что мы будем делать? Давайте сразу менять то слово, которое мы выделили, на перевод. Для этого нам помогает опять стакуруфлоу. Мы используем delete contents. И создаем новую текстовую ноду с нашим переводом. Так. Translation. Translation. Концов лог убираем. Проверяем. No. 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 Где-то ошиблись. Так. Minimings. Вот он. Проверяем. Все равно no. Забыли равно. Забыли равно. Отлично. Все работает. А теперь Blitz. Mac, Linux или Винда? Linux. Когда тебя заменит робот? Никогда. Да. Какую последнюю книгу ты читал? Стыдно сказать, но я прочитал программиста «Прагматика». Только сейчас. А какую книгу ты бы порекомендовал нашим зрителям? Я бы порекомендовал книжку по тайм-менеджменту «Джедайские техники» Макса Дорофеева. Она всем заходит. Где жить? В России или за рубежом? В России. Работать из дома или из офиса? Из дома. Какую бы суперспособность ты хотел? Хотел бы уметь летать. Какой твой любимый супергерой? Не люблю супергероев. На что тебе не хватает денег? На все хватает. Стартап или большая компания? Стартап – большая компания. Такое тоже бывает. Леша, спасибо за ответы на вопросы. С нами был Алексей Катаев, руководитель разработки Skyeng. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok